Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Кто может помочь? Как начать? Нормально, в кавычках, общаться с бывшим мужем? Мне нужно для воспитания дочери. Он не против, но на его условиях меня это не устраивает от слова совсем. Дочь мала, принимает решение, она еще не может, я ушла от него еще беременна. Я практически с ним не общаюсь, не могу, но приходится. Мне кажется, что здесь есть несколько таких вот основных аспектов, на которые, в принципе, можно было бы обратить ваше внимание. Несколько основных аспектов. Первый аспект заключается в том, что, как мне кажется, для воспитания дочери не столь важно, чтобы вы с ними общались. Для воспитания дочери более важно, чтобы вы находились в комфортном для себя состоянии, чтобы вам было хорошо, чтобы вы чувствовали себя как-то вот корректно, да? Потому что, если, например, вы не удовлетворены, да? Если, ну, как-то вот дочь, например, ощущает, да, чувствует, что вы, там, расстроены, или чувствует, что вы злитесь, например, на вывод, то вряд ли ей будет от этого хорошо. Мы говорим о взрослых людях, и, соответственно, вполне нормально, что взрослые люди могут с чем-то не сойтись. То есть, вполне нормально, что ваш муж может предлагать такие, скажем так, условия взаимодействия, да, которые вам не подходят, ну, о чем вы, собственно, говорите. Это нормально. И для вас нормально это не принимать. Вот. Если, конечно, вы осознаете цены, если, конечно, вы осознаете причину, вот, потому что очень часто, ну, не очень часто, но довольно часто бывает. Так что, вот, через ребенка, да, как бы, происходит что-то типа мести супругу, вот. Не сказал бы, что это прямо вот панацея, не сказал бы, что это прямо такая, какая-то повар. Поварная история, но, такой бывает. У вас, как я понял, дочь, соответственно, дочерью такая ситуация менее вероятна, но, тем не менее, все же возможно. То есть, если ваш мотив, вот, то, что вас не устраивает условия, не является на таком вот, можно сказать, бесцовернительном уровне, мести отцу, да, который, вот, ну, с которым у вас не сложились отношения, то, в принципе, это вполне нормально. Здесь ключевым моментом является не то, что вам нужно общаться, обязательно, для дочери. А ключевым моментом здесь является то, чтобы вы были удовлетворены, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было хорошо, вот, чтобы вы были спокойны, потому что отсидствие этого на дочь влияет, ну, вообще на детей влияет гораздо больше, нежели чем, ну, простое, простое, скажем, формальное общение, которое, если оно ложно, да, если оно вымучено, условно говоря, то, как бы, ну, какой вообще в этом смысл для ребёнка, не совсем здесь понятно. Вот, то есть, как бы, здесь вам нужно, ну, мне кажется, отграничить то, что на самом деле хорошо для дочери, а в некоторых случаях для ребёнка хорошо, когда родители вообще не общаются, вот. Вот, вам нужно отграничить это от, соответственно, того, что вы хотите делать, делать сам. Потому что сейчас эта ситуация выглядит, ну, немножко двояко, да, то есть сейчас эта ситуация выглядит так, что вы представляете себя жертвой, в этой ситуации, мол, я должна через силу общаться с бывшим мужем ради ребёнка, вот. Ну, ничего, ради ребёнка, как бы, вы не должны, не должны, то есть, уж совершенно точно вы не должны ради ребёнка с собой жертву, вот, совершенно это точно, можете в этом быть уверены. Ну, вот. Другое дело, что вы можете как-то с этим не соглашаться, или, например, вы можете считать, что вы должны жертву с собой ради ребёнка, это вот уже куда более интересная история. Тем не менее, пожалуйста, поймите меня правильно, не говорю, что вы обманываете, ни в коем случае, не говорю, что вы всё это придумываете, я верю, что ситуация серьёзная, просто я говорю о том, что никому не будет хорошо, если вы будете с собой жертву, вот, никому не будет от этого хорошо, вот. Это первое. То есть, первое направление, это такая вот дифференциация того, что вы делаете для ребёнка, и того, что вы делаете посредством ребёнка, либо для себя, либо для мужчин. Вот. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю, что это самостоятельно достаточно сложно отделить. Особенно, если у вас вот был некоторый такой, скажем так, травмирующий опыт взаимодействия с вашим, ну, что вы от него, получается, ушли, будучи беременны, да, и что вот в целом, очевидно, очевидно пережили довольно, довольно, довольно неприятные и сложные моменты, вот, то есть в целом это всё, как бы, и с одной стороны понятно, и с другой стороны печально, печально. Вот здесь, в этом случае, в этом смысле, мы говорим о чём, в этом смысле? Мы говорим о вашей травмированности, да? Мы говорим о том, что вы травмированы, мы говорим о том, что у вас боль, что у вас обида, вот, боль и обиды на, соответственно, кого, да, вот. Ну, конечно, на мужа, вот, вы обижены на него по-прежнему, вы, вам больно и так далее, то есть это всё здесь довольно очевидно, вот. Даже если вы это скрываете, даже если вы это не демонстрируете, даже если вы в этом, словно говоря, не признаётесь, всё равно это чувствуется, потому что если бы этого не было, вы бы, ну, на мой взгляд, да, совершенно спокойно могли бы с своим мужем общаться, принимая, как бы, то, что, вот, ну, не сошлись, как бы, как бы, вот, взглядом, ну, не сошлись взглядом и не сошлись точкам по точкам зрения, ошиблись и так далее, и так далее. Вы же, не вы же, как бы, не можете с ним общаться не просто так. Так, значит, у вас, как бы, есть ещё какие-то, вот, что называется в данном случае рыкотные чувства. То есть, что такое рыкотные чувства? Рыкотные чувства, это как раз больше про обиду, про ненависть, про боль, про, ну, скажем так, определённого рода ожидания, вот, вот, от человека и так далее. Да, то есть, всё, всё, вот, в таком вот ключе и стиле. И это, это тоже нормально. То есть, что значит нормально? Нормально испытывать для вас подобные чувства. Вот. Нормально испытывать для вас подобные ощущения. Потому что, если вы видите, как бы, ну, да, это на самом деле травмируешь. Когда вы дременно, да, уходите, там, вот, в своего. Мужчина, да, который, вот, по идее, ну, должен вас, в принципе, поддерживать. Вот. Который, по идее, должен вас, ну, должен, должен вам помогать. Ну, это, правда, это, правда, болезнь, болезнь. И, как бы, тоже то, что вы пережили, это было очень серьёзно. И здесь можно постараться увидеть, постараться понять следующее, что то, что вы пережили, то, что вы пережили, когда уходили беременно от него, то, как вам было тяжело и трудно, когда вы уходили. Когда вы ушли и когда вы были, то, как вам было тяжело и трудно, сейчас ассоциируется у вас, то есть, речь уже идёт не сколько про него, а сколько про ваше ощущение вот этого состояния. Поскольку мужчина у вас ассоциируется с этим состоянием, вы, естественно, обвиняете его. Да, вы, естественно, обвиняете его и мы с ним общаться. Он вызывает у вас это состояние. А этого состояния вы пытаетесь избежать, вы пытаетесь это состояние забыть, потому что оно неприятно. Вот, это состояние беспомощности, может быть, униженности, брошенности и так далее. Человек пытается забыть какое-то состояние, как правило, в том случае, когда не проживает его. То есть, вот, вы могли совершенно спокойно какое-то свое состояние просто не прожить в силу того, что не было возможности, не было людей, может быть, подходящих рядом с вами по вашему, как бы, мнению, да? Ну вот, может быть, еще что-то. Зачастую людей устанавливает стыд и, соответственно, ваша задача эти чувства прожить в состоянии. Вот, может быть, про плакать, может быть, про кричать, может быть, про болеть и так далее. Ну вот. Потому что одно верно истинный действие в том, что вы описываете. А именно то, что ребенок не должен расплачиваться за, как бы, вот, ошибки поведения своих родителей. Вот. И если вот так получилось, что вы со своим мужем, ну, грубо говоря, не сошлись, да, если вот так вот вышло, чтобы не сошлись со своим мужем, вот, то ребенок, как бы, ну, страдать из-за этого не должен. А чтобы он не страдал, нужно, чтобы не страдали вы, а чтобы не страдали вы, нужно, чтобы вы, вот, как раз, проживали свои чувства, которые у вас есть. Вот. Вот это все болезненные, вот это все неприятные, которые вы испытываете по отношению к мужу. Вот. Может быть, даже вы сказали еще ему, но вот такой некоторый, ну, корректный, корректный, что ли, в форме. Вот. То есть это можно сделать, опять же, на консультацию психолога, да, если вы, скажем, вдвоем обратитесь к специалисту с мужем, вот. Вот. Не с тем, чтобы, чтобы сойти, а с тем, чтобы, вот, ну, хотя бы общаться, ну, там, нормально, ради, ради души, да, если она вам, вот, как-то вот нужна, да, если она вам как-то должна, и так далее. Вот. Следующий момент. Обратите внимание. Вы говорите, что я не могу общаться с мужем, вот, а что именно вы не можете, вот, как-бы, как-бы, что именно вы не можете, что именно не получается, что именно, вот, ну, ну, в данном случае. В данном случае блокируется, так скажем, что именно, что конкретно блокируется, вот, то есть вы не можете, почему, потому что вас захлестывают чувства какие-то, чувства какие-то, вот, а что это за, что это за, вот, чувства? Что они себя этим чувством представляют, какие они, эти чувства, вот, может быть, если бы вы их описали, может быть, если бы вы их смогли бы о них как-то рассказать, нам, например, то ситуация была бы лучше, вот, потому что сейчас мы имеем самую общую картину, как картину, того, что вот с вами происходит, к сожалению. Теперь дальше. Что касается того, кто может помочь. Помочь может вам, в принципе, любой специалист, сколько вы не ищете, что это конкретно. Понятно, что с каким-то специалистом вам будет легче, с каким-то вам будет сложнее, с кем-то у вас будет психологическая, скажем так, совместимость, с кем-то нет. Какой-то специалист вам подойдет, какой-то нет. Это, в принципе, практика, практика такая достаточно распространенная. Поэтому, если говорить о том, что поможет, то, ну, я бы, я бы порекомендовал, вот, с несколькими людьми поработать, да, с несколькими специалистами. Поработать, вот, чтобы как-то для себя уже выбрать, вот, опять же, повторюсь, вот, что важно, да, ну, как бы, а здесь это вот то, чего вы хотите. То есть, если вы, грубо говоря, если вы, грубо говоря, на самом деле хотите, там, общаться с мужем, то, ну, наверное, вы понимаете, что вам нужно будет что-то менять, да, вам нужно будет что-то менять, вот, там, в своем восприятии. Например, ну, соответственно, это не самая легкая работа, потому что, ну, меняться, да, нелегко, вот. Интересно, это очень интересный процесс, очень интересный процесс, но нелегко. Вот, и, как бы, если у вас есть слияние, да, то есть, ну, например, вот там, слияние, допустим, с родителями, к примеру, у вас, если у вас есть слияние, вот, то меняться будет еще тяжелее. К сожалению, опять же, повторюсь. Поэтому, тут вам, вот, нужно смотреть на, как-то вот эту историю, да, для себя, постараться, вот, выводы какие-то сделать. То есть, что вот вы хотите, вот, что вот вам нужно, да, и, соответственно, не лучше ли будет ваша дочь, если вы, там, с мужем, не будете общаться, да, скажем так, а, там, будет общаться, например, там, либо не вы, а кто-то, кто-то там, из ваших, там, родственников, да, или... Как-то такая история, в общем. Ну, вот, это может быть просто, ну, скажем так, более, более, ну, более гуманно, что ли, для вашей дочери. Вот, естественно, как бы, обещать вам, ни в коем случае не хочу, не собираюсь вам чего-либо навязывать, вот, ну, просто вот подумайте, как бы. Может быть, это решение вам пройдет, вот. Как-то так, на этом все. Надеюсь, что вам это было интересной болезнью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы хотите. Желаю вам удачи, всего самого доброго. Очень надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.